Парение Святого Яна Русского У нас на каждое богослужение считается две проповеди, это Баши и Бояна Русского Спору никакого нет, у человека открывается глаза, спору вообще ничего нет, по-моему это принятое утвержденное церковь, касается нравственности И здесь вот говорит, епископ Силан сказал, а епископ Силана, я его знаю, он у меня в гостях был за скалом сидел Поэтому, говорю, знание не это, вот он ко мне пришел, я его пригласил, старобряшечный, епископ Силан помилил его Кирилл, Кирилл Нам не положено с вами иконянами зваться А почему? У вас иконы не такие, у меня старобряшечные иконы, у меня старобряшечные иконы Я все приносил на стол, ему икону Кажется все, ему только сез за стол Он дальше начинает гнуть свое явление А не положено, а потому что Я вижу второе условие, я его выполнил И вот, да я же знаешь что? Коченрышице не придется, сейчас все отнимут И мы у помойного ведра будем сидеть и обедать Ну, куда денется, придется И выезжает он где-то вострады и с нашим епископом И в тихий Вместе там, стряпают и едят пельмени А пасты нельзя То есть это все надмение дыма Дымное надмение мира, так называется Я старобряшек со мной не понаслышке Просто это по импорнии Постоянно общение Одно Все перепортили иконьяни Это образец У отца Кирилла, у него другие спеления Он с ними общается от случай в случай Он в жизни их, можно сказать, знает два-три человека в короткое время А я целыми днями и ночами с ними вместе Все абсолютно построено на том, что Никон во всем виноват Вот возьмите Нашли Лыковых, спустя десятилетия И они узнают, что была война Он не знал Лыков, как господи Что, и с ярмарцем война была? Сулит рус, проклятие Это он с немцами якшался У него реакция такая Никон, будто, говорит, за стенкой живет Это песку пишет Он не может из этого состояния выйти Читать Библию нельзя Нельзя Почему? Ни коня, ни его перепортили Я говорю, а где перепортили? Он не может показать Ну, конкретно покажу, где Взяли и изменили что-то А с двумя и Ну, в крайнем случае, за щек не одну букву и А почему вы не имеете своей Библии? Ну, это, вы знаете, советская власть Да уже перестройка двадцать два года прошла У старобрясов грамотных людей хватает Сядьте и переведите Библию Что? Не хватает Духа? Переведите ее себе, чтобы люди имели Евангелие Евангелие, да не знают На бытовом уровне вот это все такое Мы ни перед кем не покоряемся перед властями В Новосибирске они строят храм Но пока строят, время надо было крест поставить Крест И полномочили, говорит, крест убрать И мы нас сломали Мы туалет забросили Они ни перед кем не ломаются Еще как ломаются И когда депутаты государственной думы Тебе и Хуйне спросили Ну вот сказали там Фимин, все эти сотрудничали А у старобрясов как? Еще побольше И дальше приводят целую страницу Где Олепий с ними Там что до этого Кто был там? Еще у них Иосиф Артиепистов Выполняли волю безбожьей власти по полной программе Кищи все нечем А как вот всегда Да у всех там та же история Которые отделенные бартисты не покорились Все заполнили все эти выборы Отделенные Советцерквей У них ни худа ни мало Одновременно около 150 человек сидело Около 30 умерли вузы Вот это и они могут показать Храпов провел в тюрьмах 29 лет Пусть торопятся, покажут одного Ни одного нету Почему? Делали все, что власть скажет А здесь пишут Мы ни перед кем не ломались Это говорит человек беется Совершенно за средства они отвечают Да было А были люди, которые не покорялись? Были А кто? Свидетели Иеговы Так это еретики Тем более удивительно Их в Германии назвали Биберфорширы Исследователи Библии Гитлер поставил задачу Истребить до единого Сталин поставил задачу Истребить А их больше всего Все время Окончательный вопрос Решить решил так и Гитлер До единого И евреев в печь Где Гитлер? Сталин ставил эту задачу Где Сталин? Они набрали игре такую силу сегодня Что весь мир под ними лежит Почему? Бороться надо с игре только любовью Любовью Покажи помощь Расскажи о Христе и прочее Нам другого оружия не дал Бог И кто боролся с самыми Великих диктаторами С евреями Никого нигде нет Они крохнут перед миром Точно так здесь говорят Постоянно ищут внешние врага Ты врага хочешь видеть? Погрешай в зеркало Посмотри куда Открыв врага У человека три врага В зеркало толпали Второй дьявол И третий мир Вот этот упрощенный мир Вот этот ответ А остальные это не враги Когда в пути человеку угодно Богу Соломон говорит То Бог и врагов его Примеряет с ним Врагов Которые против тебя Которые грабили Они будут помогать тебе Но мы в собственной практике Это рассказали Не евреи помогали Средствами Для знания христианских Никого рода И евреи Когда говоришь Даже не верят Это не может быть А мусульмане где Мусульмане Я в ферме работаю Семнадцать лет Там сидят мусульмане Я в первую очередь Стараюсь им помочь Почему? Другой народ Другая пища Другие обычаи Он тоже преступник Но ему надо стать другим Они не станут Ты не знаешь это Он Который Ни одну жизнь Повесил на себя Он меняется И делается христианином А ему грозит смерть от своих У нас этого нет У тебя могут принять сегодня мусульманство И ни один христианин На меня уху не поднимут У мусульман Закон Ты изменил мусульманство Любовь встречная мусульманин Он отдаст убить тебя Убить Вот где героизм Вы слышали Может Которые приезжие Галин Сусорин Был такое священие в Москве А как вы сможете Для меня это священно мученик и святой А все нам дело правильно И нам уже не решать Я сделал вывод Что никто мусульман Так не видел За последние полторы тысячи лет Как он Он жизнь отдал за это У него дед был мулла Он Корги все там Татарские имена А можно ли так подражать ему Нельзя Ему было это дано Я работаю с мусульманами Когда у меня совершенно Другий подход Я не могу Как он Он начинает доказывать Все свойства Аллаха Мне это не надо Я с мусульманом Ролик поставил В прошлом году Прошли шесть мусульманских республик Зачевали в доме муллы Я ходил в мечеть Молились И посмотри ролик Я беру отдельный стих писания По которому я его веду Я взял шесть двадцать три Послание к римляну Возмездие за грех Смерть И они согласились Что смерть Действительно так А избавление от смерти Добрые дела Какие добрые дела Я приговорил к смерти Вину взял на себя Христос А дальше написано Жизнь вечная на Христе Иисусе Мусульманину Христос нужен А не мои знания Я Коран Весь Разобрал По сулам Аятам Это у меня восемнадцать и пол Ну в Харидоре держим Семьсот пятьдесят страниц Каждый стих Коран Во свете Библии Как он выглядит У меня подход другой В сравнении с Богом И Бог назвал Себя Яхвы и Иеговы Со Христом У них там набрано Откуда только что есть И что интересно и житей Даже есть такое В Коране Это семь эфетских мучеников Которые были заслужив Корана только с ним Исследовать не надо Но наконец мы сказали это правильно А остальное Остальное Насловно не на чем Он говорит У меня написано так Хотя показано Но в Евангелии Говорит он так Нет другого имени под небом Замера человека Которого Жало бы нам спастись Деяние 4 главы Нас упустили Веришь ты не веришь Это так А на практике На практике На практике Смотрите Мусульманин Делался христианином Вот он теперь батюшкой стал Мусульманин Но они сохранили Свой тамошний обычай Как одеты целомудренные у него Дети Девочки Посмотрите на мусульманку Как она одета Мы по мусульманским республикам ехали Одно вдохновение Стоит она в парке Платье попол Видно что она беременная И как она Раскланивается Другая сидит за рулем Едет мусульманка Только одно лицо Поприветствовала Поехала дальше Проезжаем Таможню За рулем сидит муж А мусульманка Дальше ребятишки Я им показываю наши Книги Как у нас по форме одеты По старинной форме Церкви Два платка У нас не так что полголовушек Открыты Самая маленькая девочка Все закрыты И они когда нас находят И говорят Мы нашли мусульмане Наши на Алтай И говорят Это христиане Он не может поверить Нам нужно учиться Постоянно Всех Вы знаете Что в русских Непрерывно Ставится задача Покончить с алкоголизмом Ну слышали Выступают Жириновские И кто Надо нам не меньше Чем пятьдесят метров Или сто пятьдесят От школы Если Пибловую бочку Надо пятьдесят метров Дальше Они пить не будут Дети Ясно что болтовлёй Занимается С алкоголизмом Никогда не покончить Россия Одна из самых пьяных стран Кто всегда говорил На четвёртом месте Ну вот А впереди кто В районе Миловы В Молдавии Вот и всё С вином С пьянством Покончат только мусульмане Притом в течение одного дня И всё Почему Кровь шайтана Вино Алкоголь Кровь шайтана В этот же день Казнили Голову на забор Все видят Все отступили Вылили А они Играть не умеют Если они объявили Это не закон А значит они выполняют У нас исполнительные Законодательные Наверное власть рассыпалась У мусульмана Очень чётко Он ко мне Отношение изменил Он в один день Изменил отношение всех мусульман Ко мне У нас этого нельзя сделать Мы едем Ни два Ни три Только 444 Города уже посетили И всех людей Где мы собираем В Дом культуры Отправляем в храмы Московской патриархии И самые большие враги Которые против нас Священники Московской патриархии Никто не может понять Мы куда людей зовете Мы в храму А они против А как объяснить Никак Потому что Слово Божие Оно обнаруживает Что они Не пастыры А лютые волки Я говорю Про мусульмане У меня полное доверие ему Священнику я не могу доверять Я не говорю о тех Которые здесь Потому что У него закон Если он конечно знает его У нас что есть Евангелие Что нет Поступает как хочет Я показываю Вот Евангелие Вот говорится Что Евангелие И Филипп Сошли в голову Но из ложки не лили На голову крещение Как крестить Портаж По 100% программе Полного погружения нет Я не знаю Как в Сербии у вас Не думаю Что намного лучше У вас сербы здесь есть Да Да Мужчины бритые На каком основании Почему Бороды у вас нет По стихиям мира Я знаю По стихиям мира Это блудодейная идея Что вам наказал Господь вас А вы все измените Соберите все Но дополнительно Скажите за что Нас Бог наказал И выставите в ряд Найдите обличителя Я советую Патриархию Есть такой здесь Насмешник Невзор Александр Глебович В Новосибирске Он радио программы Вел Выделите туда Священник И скажи Говори все Что ты знаешь Против нас Теперь мы это запишем Вынесем на обсуждение И что говорит Правильно Это убрать Враги нам лучшие друзья Нет Сначала вы должны Закончить А потом я буду Уже просить Я говорю о том Что мы Должны учиться везде Вернушитесь Священного Писания Второе У святых отцов И каноны церковные Чтобы было понятно Что церковные каноны У нас Действующих канонов Которые Жизненно регламентируют Книга правил Это Вселенский собор 719 правил Из них 413 В каждом храме Ежедневно нарушаются Это патриарх знает И сам нарушает Что молчать надо А потом за что Нас Бог наказал Святые отцы Сказали это Трубы Духа Святого Второе правило 617 собора Пятьдесятые правила Апостольское Кресло Священник И погружение Да будет извержен Я не могу изменить правила Ты это знал Зачем ты лезь под эту заповедь Ни один сектант не крестит Чтобы из ложки поливать Или мокрой разложкой Подгубить Они неправильно крестят Но они в полном погружении А мне неправильно А мне неправильно Сектант и крест и так Вот человек Они его берут И на спину В воду погружают Это погребение А не в смерть Христос умер Прямо на кресте И поэтому погружается Прямо Даже внешне Надо соблюдать И поэтому православие Может быть светочным Всему миру При соблюдении Библии и святых коронок Это невозможно Я перед вами У нас вообще Ни одна права не решается Я забыл сказать Стоял У вас вверху сегодня свечи зажигали Могасили их или нет? Свечка может упасть А пожалует А там их родят Есть Есть Потому что много храмов Вы знаете Сгорели по этой причине Нужна эта лестница Как пожарник собирается До Бога все равно не долезется Бог дал человеку в разум Этот разум нужно так повернуть Чтобы он весь был для Бога Весь Ну слышал Библия Говорит так Евангелие Сразу отрезал свою И больше никогда не поминали А у нас Вот так Идут священник Куклянчик Пост Болезни какие-то Почему нас никто не просит? Никто не просит Пост наступил Я православный С повесткой вопрос снят Ни один не просит Я лежал в больнице Операцию сделала Утром приносят Кашки А ночью она На молоке У нас воск Ну и что? Тебе еще отдельно готовят Я знаю, что это не американцы Они отвечают по-русски Еще дали той же риф Я не буду есть А как? Через пять дней будет рождество Я пять дней фенотерапии Пять дней Я могу поститься Они тоже побежали Гляжу Сделали на воде А что еще? Я говорю Картошку не чищенную Можете сделать Сделали Какой-то напиток принесли Ты Просто Скажи Я православный Я лечу в Америку Там разносят Ну разносят Разные там Гамбурги Собачью еду Я говорю У нас не положено это А что у нас Косты Я полностью разговаривал А что можно? Я сказал Так я заметил Другие подошли два раза А ко мне четыре раза И они мне ягоды Какие-то фрукты Несут Это было в 92-м году В Север Из селя Я по сегодняшний день помню это И Бог всегда за тебя Я вот сидел в тюрьмах В лагере Я нигде пост не нарушал Не потому что я крепкий Просто я православный И мне этого достаточно Православное Это же я все православное принял И не надо спорить об этом Я православный Поэтому каноны, соборы, святые отцы Это мое Это мое Сокровище И почему тут у тебя Ради какой-то пищи будет? Себя надо сократить Я миссионер Я среди мусульман работаю Они свинину не едят Мусульманин не будет Они нас называют Русские свиноеды Я среди адвентистов Они не едят Я сразу принял решение Мяса не буду есть Вот уже 45 лет Я в рот мяса не беру Никакого Павел говорит Не буду есть мясо Пить вина Для чего? Чтобы не подать соблазн И приобрести некогда Для Бога Алкоголь смущает Я сказал Нету я как-то пива Ничего не буду Я пил и знаю что такое Почти пятьдесят лет В рот не беру Нужды никакой нету Ради Бога Бог видя это тебе даст Разбиться другим талантом Которым ты в себе даже не замечал Бог видит Как ты сердце освобождаешь От ненужного И он духом святым начинает наполнять Я сегодня Два раза говорю Проповь В храме Ну немножко напомню Водительство Духом Божьим Ты вот на молитве Помолился Не спеши убегать Еще постой Хотя бы минуты две И скажи Что мне говорит Бог Бог Ты с Богом научись Разговаривать Как с другом С милым близким Я высказал ему Просьбу Вот у нас самая большая просьба Что в понедельник Нам отдали паспорта Из посольства Великобритании Прошу всех помолиться Отец С нами поедете До конца доведи это Поедет отец Сиан Отставит плечо Но мы Просим И не знаем Боли Божию Может Господь От какой-то беды Нас тогда охраняет Сегодня уже приоткрывается Почему так получилось Нас Господь загнал сюда Я хотел мимо Проехать в Москву А когда обратно мы закончим Через Скандинавию Прибалтику Выйдем сюда Тогда к отцу Кириллу А Бог говорит Нет Я тебя сюда пошлю И теперь я вижу Как у Бога Этот график был составлен Это его молитва Победила нашу молитву У нас сколько людей молились И нам паспорта не выдали Их просто заблокировали И держат Непонятно почему Три недели Уже четыре Они лежат Паспорта А у нас там шенгенская виза Пропадает Мы сказали Даже без английской Отверните Они возвращают Посольство Вас близко не допустят Мы поехали с батюшкой Посол В Великобритании Вещи не слышали Кто мы такие Сказали в понедельник Должны отдать Прошу просто поддержать Нас в молитве Иначе у нас Пятого мы должны В Шенген войти И мы через Турцию В Грецию идем Я обращаюсь ко всем Я обращаюсь ко всем Потому что вижу Что здесь не чужие люди Вам кто перевозчик Скажите им Минутин Так Попросим Братьев сербов Членов союза братств Трое вас Да? Членов союза братств Здесь трое Да? Три человека Нет Сюда Пят Сербу И сестра Кто член союза братств Сколько человек Три человека Я говорю три человека Предлагается Этим троим Первым Задать вопрос Нашему гостю Известному православному Проповеднику Игнатий Тихонович Пожалуйста Спасибо 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 Господи Спасибо Господи Слушаем Ну я очень рад И мы За нас Великая честь Великая честь Великая честь Как мы Пришли сюда Из Сербии Братия и сестра Први раз Приджио Русиу Русио И очень Большая честь Как мы Пришли сюда Матюшко нас Слышим Православный Проповед От так Очень Большой И хороший Духовник Мене не очень рад Как слушать Но Жалко Как он Чуть-чуть Понял Как Говорит А Я понял Что сказал Батюшка И За нас Очень Благодарность И Большое Мы Благодарны И захватны За все Как нам Батюшка Добрый дел И Добрый дождь Нам Принял Мы Очень рады Как Батюшка Приезли К нам В Сербии Там Очень Красиво Русио И очень Люблю Православный Как там Древний Монастир Как там Древний Православный Народ Древна Династия Неманец Семен И Прошлый год Был Красный ход Большой Сербский Русский Красный ход Мы Пешком От Белграда До города Куда Жизнь Там Патриаршия Давайте Попросим Геннадия Тихоновича Сказать Что-то О Сербии В прошлом году Мы Были В Сербии И И В Белграде В Национальной Библиотеке Мои 38 книг Я везде дарю книги И от них получили мы Толстую Грамоту Грамоту написанную От Сербии Я хотел спросить Какое там Слово такое Слово Вредное Что переведить правильно Слово Вредное Какой смысл? Трудолюбивый 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 Вот они мне сказали Что книги Для 38 моих книг И они там Слово Благодарность Слово Вредное А у русских Вредное Это нехорошее Д Ценность Открыл Слово Два Значения То есть В Сербии В Белграде Национальной Библиотеке Мои Книги Лапкина 38 книг Там Новый Завет Но на русском языке Там вышла женщина Она неплохо говорит И провожала В очереди Дружески Родные Трудолюбивый Ваши Ваши Есть Есть вопрос Это было Очень 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 Положительно Интересно Патриарх Мы только проигрывали Как и есть Есть А если не знаете Отец Кирилл все расскажет У нас видел Отец Кирилл В интернете показали Он пришел со свитой В мой дом У нас там молятся где И мы с патриархом Это во сне Обсуждали Дела Благовестия Патриарх говорит Храмы построили Народ к дну Священники Это реально Это на самом деле Уже не во сне Думали всегда так будет Но храмы пустые Поэтому священники Меняйте тактику Выходите Некоторые пути дорог Идите из свидетельства Это патриарх Кирилл Говорит Красник Вы Красник Вы Господи А Антонина Вадим Есть что-то спросить Кто Желает спросить Из присутствующих Понимаете Работа В гости Очень активный человек Третий раз приходит Ну не каждый день С Игнатью Тихоновичем встречается И приводит столько человек Игнать Тихонович Я хотел спросить По поводу ИКон Вот Вот Мой брат спросил Насчет Икон Какой вопрос был Можно Поклоняться ли Иконам Да например То есть Вы сказали что Вы Открыли Нет У меня другой вопрос У меня вопрос Можно Молиться Святым Которые На небе Иконам Молиться Не Краски Дереву Молы И И когда говорится Он может Пожизненное Но это что-то связано с малолеткой Маньяк какой-то Или все Так Двойная смерть Живьем Бат Не Головном Кодекс Нет Есть Живьем Не голову отрубает А в ад Это 16 глава Книга Моисеева Моисеева И за что За то что секта образуется Это Участь сектантов Были люди Которые сказали Да Ван Городной Кореи А что Моисеев Мы все Святые Почему мы должны подчиняться Они сами отделились И 250 Мужей отличных Этих 250 Пал огонь И сжег Они были священники С кадильницами Их Людей похороните А кадильницы эти Разогните И жертвы не копкуете Чтобы любой священник Понимал Это смерть Отделяться от церкви Это смертельно опасно И когда было сказано Что обыкновенной смертью Зачем это не от меня Но если необыкновенная Моисей сказал Отойдите от них И они с шатрами Жженами Совсем все жильем Полетели в ад Отделение от церкви Сохрани Бог А где тогда церковь Вот определили границы церкви А сектантами Это главный упор делали Вот царь Давид Провозил К себе Ковчег И Поставлен был Возница Он вел на валах И валы на планете делел Что он должен делать Ну естественно Первое дело Вот сейчас у тебя что-то падает Ты руку сам не думай уже скинул Он решил поддержать Что плохого было Никто не скажет Но Бог его сразу убил И Давид испугался За что Бог убил Озу Оза его звать было За что Падал ковчег Он за ковчег отвечает головой Он не мог его не поддержать А в этом был пример В первую очередь Он не упал Наклонился И выставил В опрокидывающий момент Сверхнулся по другую сторону Дальше Руками человеческие На непорядке церкви Не выправляются Церковь плохая Я организую Сейчас будут Баптисты Адвентисты Выправить не можешь Вы сами будете делиться Сейчас дальше и дальше Сегодня в мире Насчитывается около Двадцати тысячи церквей У которых в руках есть Поэтому Если я оказался в церкви Двумя руками держись Завиду Христа Что у меня будет Вот мы спросили иконы Сектантом Если хотите доказывать 5 минут только всего Послушайте как нужно доказывать Скажите Вы верите Что Христос Приходил на землю Так написано Сектанты знают Библию А вы верите Что он приходил в храм И с храма изгонял бичом И говорит Дом мой Дом и молитвы наречется А вы его сделали Вертепом разбойником Это дом Христа был? Ну да А кто его этот храм создал? Ну Думают Соломон Это они сами так знают Ты четвертую книгу Сарс двадцать пятую главу Написано Соломон изломал все И море медное Все увез Храм был разрушен А вот Зорвавель Это Зорвавель Это Зорвавель Храм Иисус Семья Седека Книга и пророк Азекииля 41 глава 17 стих И говорит Господь Я даю вам проект этого храма Чтобы внутри и снаружи Вот это внутри здесь И с той стороны Были резные изображения От пола до потолка Изображения в греческом икон И он может не переводить это слово Что были иконы От пола до потолка И в этот храм пришел Христос И говорит Дом мой Разве он в капище пришел? Почему у нас иконы? Повеление Божие А там святых не было Были только февралимы Правильно Святых на небе не было По образу небесного Там были только имена Почему в 32 главе исход говорится Если Господи не простишь Меня изгладят с книги жизни И имена святых на небе были Были на раменах на плечах у Моисея Этого рода Теперь святые на небе Изображения Изображения храма Мы по образу небесного Все А сектанты не могут А они любят Слово Божие Они просто не касаются Один раз покажите им И вы увидите А вот молиться А вот молиться На молиться поклонения нет Но перед ковчегом Перед ковчегом повергался Священник А над ковчегом Были два херувима Перед кем и перед чем Поклонялся он Ковчег были херувимы Эти неожиданные вопросы На которые сегодня Никто не может ответить Но ковчег Это обыкновенный длинный ящик С трубочками Внутри лежат Лежат скрижали каменные Там Сосуд с манной Которые были собрали И Над ним херувимы Крыльями касались Тукул Перед ним поклонялся Первый священный Перед чем поклонялся он? Перед скрижалями Перед ковчегом Или перед изображениями икон Херувима Есть же поклонение Как Божеское Это Божеское повеление Это повеление Но я говорю не об иконах еще Я говорю только ветхозаветами Поклоняться иконам Прямого повеления Нигде в Гиблии нету Но это не идолы Сто процентов Это не идолы Иконы Это такой ролик у меня есть Я говорю Иконы это не идолы А дальше уже Сам смотри Ищи Я могу доказать что иконы Это не идолы Вот это абсолютно точно Пожалуйста и все Кто еще желает? Активная комната Реклама 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 Пожалуйста Желающая Уникальная возможность Пообщаться С таким Интересным Проповедником Батюшка что ты хочешь сказать? Я вижу По глазам Да отец сам Пожалуйста Вы сможете в понедельник Подключиться там Начать Конечно Ну подставьте плечо Я ухожу в два раза В двух точек Значит Знаете Вы Вот такой вопрос Благодатный огонь Говорят что Некоторые Что это уже Тот же самый огонь Некоторые говорят что Это уже как бы Тот же самый огонь Там он не сходит А Есть какие то интерпретации Как что вы это скажете? А Благодатном огне Что бывает А Мое мнение Что у меня здесь Я никак не пойму Я там не был Не видел Но знаю что Огонь с неба Будет последний зверь сводить Поэтому В этом не прищается Они ждут вот Когда бывает Там Что у них Преображение И там туристы Все холмы покрывают И горы И в это время Среди ясного неба Появляется облако Слышен гром Молния сверкает И круг Все опять исчезает Ничего не известно Знаете Вот Дальше второй вопрос Можете задавать уже Мератащилых иконах Этими вопросами Завалили патриархию И по благосостоянию Патриарха Алексея Второго Была создана комиссия Во главе с Иоанном Архимандритом Экономцевым Если кто знает Это Батюшка Не отвлекитесь Вы знаете Экономцев Иоанна Да Официально все Дальше Павел Хлоренский Там биолог Не тот Который По имену Биолог Там на высшем уровне Все исследуют Берут Анализы И вывод какой И комиссия дала Последним Под чертой Написала Не демоны По-русски Как Лев Толстой Говорит Не чертили Над нами смеются А мы голову ломаем Откуда это Вот весь ответ Больше нам занимать Сидишь Иудеи Требуют чудес А еле имеющие мудрости А мы Проповедуем Христа Распятого Наша участь проповедовать А не чудеса искать На Украине было такое Изображение На стекле Божьей Матери Священник один приехал Украинский Я не знаю откуда С какой местности И он посмотрел Когда появляется В какое время Оказалось стадион недалеко Включает прожектор И на пути Попадается Изогнутая фигура Она идет И он тогда что взял Впереди На лестнице Залез и закрыл А народ Он отовсюду Ее чуть не убили Прихожане Священника Сдернул с лестницы Игрушка Нравится А он показал Что она не отборна Говорит о благодатном огне А как он показал Я не понял Поднялся на Вот изображение Он закрыл свет Он закрыл свет Который падает На прожектор И изображение Ищет Ничего не Слышали И на нем Он направил свое Они привыкли В этом Плавать В ложном чуде Сегодня Чего только Не говорят Не был там Огонь с неба Будет сводить Самый последний антихрист И гоняться за этим Не надо Вы видели Сейчас ролики снимают Когда благодатный огонь Что они там делают Сначала арабские Молодые парни Верхом друг на друга Должит там Ритуал который идет Ну как ребятишки играют Какой вопль Какие крики Там ничего божественного нету От этого огня Никто не обратился еще В Бога Никто не стал христианином Зачем эта игра Я вопрос Оставлю теперь У Шапапа Зачем это нужно Ведь мы не знаем Что Христос воскрес Бог этого не повелевал И что он там прячется Какую воплитую Если это от Бога Стой прямо Держи свечу Она загорелась Но мы знаем Что огонь с неба Будет не сводить И Иоанн Златоус Объясняет это просто Если тебе явление Было ангелом И ты ему не поклонился По осторожности Бог не взыщет Потому что дьявол Принимает вид Ангела Света Невеликое дело Нам Апостол Павел говорит И Исаакия Печерского Как было Он поклонился А там Куриные ножки Они как загорали Бесны Исаакий наш И начали им как бадминтон Играть его подкидывать Утром пришли Отче благослови А он полумертвый лежит Два года учили его Как ложку держать Он не ел Доигрался А сколько Такого было Семена Столбника Завтра Тебя возьмет Господь Туда И он уже ногу одну занес И перекрестился И демон исчез Колесница рухнула И теперь эту ногу Которую занес Он на мной Ей стоял И черни И болелись из ног Не нам считать Люди прищались А если ты ангелу не поклонишься Из осторожности Получишь похвалу от Бога За то Он сговорит Не прищайся Я вот 51 год Сознательно верил Мне 75 будет Вот 10 июня А 23 года Ну жил от родителей Знал веры Я из детства избран Это вера у меня Глубокая была А по евангелию Только в 62 году я убирал Я ни разу не слышал Ни одного слова Никакого чуда Ну большое чудо Я видел Когда люди Враги Божии Тоже делаются христианами Он подошел Пьяный стоит С бутылкой Я с ним беседую Он протрезвел Бутылкой Попас Столба у тавер Все Бросил Я сам не ожидал от него Скажется Ничего ему не говорил Вот это чудо Перерождение Из мертвого Воскресения в живого Из волка Вангела Я видел многократно Вот это Самое большое чудо Обещанное Духом Святым Но я ничего не прошу Господи Как тебе угодно Иногда бывает так Приведу человека Я посмотрел И не могу ответить Ему ничего Он не спрашивает Он ушел Слово сказать Это будущий тесть Мой Она спрашивает Так еще девушка А почему папе Ничего не сказал Не знаю Устал мои закрыты Едем Встречались с уголовником Преступником Я ему сразу начинаю Говорить о Христе Почему Я не могу ответить на эти вопросы А там внутренний Неслышанный голос Говорит Здесь говори А здесь помолчи Вот это главное чудо от Бога Когда Бог нам отвечает И мы исследуя себя Везде должны увидеть Прогуслительную волю Божию Он нас любит Вы могли приехать сейчас Тогда Когда он лежал в больнице Два года назад Он приехал Он в больнице лежил Но он любит Слова Божьего Он меня вызвал туда Переодел И там Сказал проповеду Даже там Так что в этом вопросе Ну я говорю Посмотрите У меня священникам Очень много знакомых Но в этом вопросе Он всегда на первом месте Где он не был Найдет Вытащит Поставит перед народом Это его инициатива Если вы что-то полезное приняли В первую очередь Поплодорите Бога за него Что он любит Бога И такое прочное положение Попу боятся Где я наступаю Они дрожат Их могут засыпить Епископы А он никого не боится У него очень прочное положение Спаси Христос У нас сейчас начнется правило После молитвы Желающие могут пообщаться Только несколько замечаний Могу сказать Но Чудо в Диеве Отпечатление На стекле Изображение Богородицы Я был в этой обители Поклонялся Это чудо Несомненно Это милость Божия Чудо Укрепляет И Благодатный огонь Тоже Удивительное Ежегодное Событие Именно на православную Пасу Именно у православных Это во-первых Удостоверение Старого календаря И вообще Истинное православие Что касается арабов Да, она шокирует Их внешний стиль Поведения И однажды Как известно Их выставили Не допускали На одной из пасхальных торжеств Из-за их бурного Шумного поведения И огонь не сходил До тех пор Пока их не запустили То есть Ну поправка На их темперамент Так сказать Вот Не все такие Такого темперамента Как мы Народ более северный Как-то Бог снисходит Получается Ну Я вообще Хотел сразу Оговориться Что я знаком Уже Не менее четверти века С этим уникальным человеком Как Игнатий Титанович Латкин Описал подробно Мое общение с ним Лагерь Посещение деревни Потерянки Но у меня Неизменно Два столбца Восприятия Первое Я считаю Его блестящим Задаком Священного Писания Согласен с ним О том Что мы плохо знаем Писание Недостаточно Мягко говоря Любим его Изучаем Исследуем Как призывается В самом Священном Писании Согласен С тем Что нужно гореть Благовествовать Быть готовым По самопожертвованию Ради истинных Христов И так далее С другой стороны Я Традиционалист Консерватор Уставщик Головщик Церковно-славянский язык Устав Многочасовых Все нашли Где Моя стихия Вот Все Чудеса Монашество Вот Естественно Есть критика Здравая С которой нельзя Не согласиться Вот это я Не скрываю У нас в этом плане Есть Несостыковка Но главное Мы едины А есть какие-то моменты Где мы Не состыкуемся Это я к тому Говорит Что может быть Недомение Может возникнуть Что как это Так Вот Есть вещи Которые могут Шокировать Непривычные Удивительные Вот Я Считаю Необходимо Взять такое Уточнение Спаситель Иистос Помолимся Потом Желаю Я на Златоусство Он говорит Я чудесно ищу Если чудеса Меня не касается Что интересного Златоус Почему Неблагодар Поиск Богородицы Не искал нигде Вера Данная Мне от Бога Покоряется Мне чудеса Не нужны Чудесами Сейчас Сатана Вводит в сторону А от веры По Писанию Не может Не ввести Я в чудесах Не нуждаюсь Иудеи требуют чудес Я не иудей Не требую Мне не совершенно Не нужны эти чудеса Зачем Он дал мне Полную Глубокую веру Чудесами Я буду сейчас День и ночь Говорит Я не обращу Другой Лучше Отсюда Придумаю Вы не знаете Какие чудеса Буддисты К нему Пришла Бабушка Говорит У меня корова Сдохла Ну Бог Больше Ничего не может сказать Вот она приходит К ламе У меня корова Сдохла Буддистка А какая корова Да у меня хорошая корова была Сколько молока давала Он спросил Отрыгнул Дал ей бриллиант Иди Купи Две коровы И опять сидит Разговаривает Следующий подходит У меня очень большая беда 13 лет слона учил И получилось Яму упал Слон это состояние целое Да как же ты так Он его Пробрал сразу И сколько стоит Ну это примерно 24 коровы Он опять Понадужился Плюнул Вот 4 алмаза Иди купи себе нового У нас нет таких чудес И когда показывает Дяня мертвая Сейчас Мундаша оттуда приезжает профессор Тело Как будто сегодня Такое же Гнется Никакого тления Ничего нету В пещерах Но энергетика такая Что близко не подойдешь Это он все это описывает Так что Никого с чудесами Не проберешь У нас от мощей Чудеса И спроси И мусульман сколько чудес От своих алибов И спроси с ними Поговори Доказательства На вселенских Соборах и везде Была только Священная Библия Святая Библия И Арию нельзя Удивить ничем Когда говорят О неприятелях Обычно говорят Да он такой Слепой А барин когда говорят Какой он благочестивый Был Какой у него виль Болстатный Как он выступал Он был злостный иеретик Ни один же написатель Ария не показывает Клоуну Но он не иеретик И кто мог доказать Что он не иеретик Это на написании Дьякор Афанасия Александрийский Он встал Арию Один вопрос задал Я написал Отец Канон Андрея Критского Чуть-чуть Я скажу Каждый год читает его Я его читал Он слышал Я сказал Канон написан неправильно А Вы думаете Что говорите Мне говорят Это 1300 лет Молится православный Неправильно 1300 лет Сейчас вышла С Лободского Книжка И там нарисовано Люди крестятся И во всех Дореволюционных книжках Там написано Полагаем на черно В освещение Дума Ставим на грудь В освещение чувств Направо Налево А теперь посмотри Вот у нас где черта И вот здесь Крест перевернут Это только Колдуны и дядьми молятся И сейчас его нарисовали Откуда вы взяли? И говорят Нам Один благочестивый человек Сказал сейчас Ставится на шрево При чем тут чувства твои? Я чуть-чуть Батюшку скажу Это крестное знамение Голгофа Мы должны крестным знамением Свидетельствовать Не о наших чувствах А о Христе Голгофский крест Христос претерпел Что за объяснение? Вот глава Господи Это означает Ты глава всему Голова Я просто рисую Иисусе Христе Чрево Пуг где? Ты Принял через чрево При благословенной Девы Марии И имя Иисуса Сыне Божий То есть Вознесение по правой стороне востел Владистое величие престола Божие И на левую сторону Ты переводишь стоящих оттуда Помилуй меня стоящего на той стороне Ты Господи Иисусе Христе Сыне Божий Помилуй меня греша Это крест Все движения Должны изображать Голгофский крест И вложить туда мысль Священного Писания Ни при чем мои чувства Даже объяснение тогда ведь неправильно Мы должны это сказать И все годы Мы учили людей неправильно Сегодня прямо пишут об этом На грудь Крест перевернутый Мы хулили крест Это сегодня пишут Учебники Закон Божий Слободского Батюшка, знаешь Это сейчас самый популярный Поэтому Мнение других людей Ты проверяй Я напоминаю слова Кирилла Васильевского Мои слова не исходят из Библии Не верьте мне Пусть его священники это скажут Не верьте мне А чудо одно дано Иисус Христос сказал И не будет дано другого чуда Кроме знамение его пророка Не даст иного знамения Знамение это чудо А какое? Как он тринял его в утробе земли Как сын человеческий Другого чуда не надо Ты поверишь Христос воскрес И верь что он тебя воскресит Больше ничего не надо Все остальное это придумано Ни одного чуда Больше мы никого не видим Вот и все Тебе главное чудо Это несомненно Но чудес много И они несомненно Укрепляют Не должно быть ажиотаж Конечно Погоня за чудесами Есть Всякие отклонения В нашем церковном обиходе Все это есть Но Я знаю о том что Многие Укреплялись В вере Даже обращались Видя чудо Сошествия Благодарного огня У нас Мироточение Иконы Казанской Около года И преподобного Сергия Где не отказывают ННН А праведного ноя Где не отказывают ОГРН Несомненно Нас укрепило В нашей позиции Поэтому Все таки По нашей немощи Даются И чудеса Которые укрепляют Веру Хотя конечно Главное Это то что было сказано Это чудо воскресения Христова Это главное Есть конечно люди Такой крепкой веры Как Игнатий Тихонович На которых действительно Истина Христова воскресения Настолько захватывает Что им не нужно Каких-то дополнительных Свидетельств И вообще Должна быть Трезвенная Духовная жизнь Вот у Старобряцев Допустим Нет такого ажиотажа По поводу Мироточивых икон Вот как это бывает У нас Это вот иногда Уводится конечно В сторону Такой ажиотаж Когда люди Бесконечное Паломничество Иконы Мироточивые А Из центра их Восприятия Крест И воскресения Как-то начинают Ну Куда-то уходить Понимаете Поэтому Несомненно Нужно сохранять Вот эту иерархию Очень четко И проводить Трезвенную Духовную жизнь Звучит 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 Мироточивые Господи, ты, Господи, на моем плане святил меня и си, слава отцу и силу и святому Духу, и ныне и пресно и вовеки веков, аминьям, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи, благослови.